Мультиспортивный фестиваль Помимо танцевальной программы, участников фестиваля ждали волейбол и падминтон. Разбившись на команды, самые активные жители округа отправились повышать боевой и командный дух. Как выяснилось, у спортсменов-любителей весьма солидная группа поддержки. В следующем Новом Годе мы восхищаемся, гордимся, мотивируемся всех с восхищающим Новым Годом, здоровья, исполнения желаний и продолжения активного нового коллектива. Ура! Елена Дюктьева считает, что такие мероприятия помогают быть в тонусе и дают людям старшего поколения дополнительный заряд энергии. Мы хотели сделать именно такой спортивный фестиваль, для того, чтобы всем взбодриться и получить дополнительный заряд перед Новым Годом. Потому что снега у нас не балует нас погода, поэтому решили перейти в закрытые объектные спортивные тренировки. Олимпийский чемпион Александр Легков считает, что заниматься спортом необходимо в любом возрасте, поскольку физическая активность продлевает жизнь. Даже в таком возрасте можно находить такие несерьезные виды спорта, где можно спокойно, просто активно двигаться, и это дает больше здоровья. Поэтому я считаю, что это прекрасно, когда наше взрослое поколение занимается спортом или просто физической культурой. Это нужно делать, конечно. Стать членом клуба «Активное долголетие» могут женщины от 55 лет и мужчины от 60. Для этого необходимо подать заявку в Центре социального обслуживания по месту жительства, либо с помощью приложения «Мобильный центр социальных услуг». Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.